Компания Firaxis Games собирается лицензировать графический движок Netomers 3D для использования в нескольких своих будущих проектах. Представители компании утверждают, что выбрали Netomers 3D не случайно, а лишь благодаря тому, что движок хорошо зарекомендовал себя во многих играх, таких как Dark Age of Camelot, Freedom Force и The Elder Scrolls III Morrowind. Он очень прост в использовании, легко переводится на любые платформы, прекрасно оптимизирован и так далее. Работники NDL, авторы Netomers, в свою очередь очень впечатлены тем, что Firaxis выбрала именно их детище, и надеются, что с его помощью будет создано немало гениальных игр. Компания Babel Media объявила об открытии специальной звуковой студии в Лондоне, ориентированной исключительно на игровую индустрию. Теперь Babel Media сможет предложить своим клиентам полный набор услуг по локализации, которые включают в себя озвучку, подбор актеров, перевод звука текста и графики, а также сборку конечного продукта и его тестирование. Европейский издатель Joe Wood, к примеру, воспользуется услугами Babel Media для того, чтобы перевести одну из самых своих успешных по продажам в Германии игр. The Giles, с немецкого на английский. Компания GMX Media анонсировала новую стратегию в реальном времени под названием «Наполеон». Действие игры разворачивается во временном промежутке с 1803 по 1812 года, так что игроки смогут почувствовать себя настоящим «Наполеоном» и принять участие во всех его военно-исторических кампаниях. GMX Media обещает снабдить игру несколькими углами обзора, отменными спецэффектами и реалистичной физикой. Просчитываются даже траектории полета каждой пули. «Наполеон» появится в продаже на европейском рынке 25 октября. Это последний выпуск новостей на сегодня. В студии была Наталья Редкова. До свидания. Ой, долго я терпел главного по играм и тут решил, хватит. В общем, смотрим мы тут на днях «Формулу-1» по телеку, я и говорю, есть у меня, мол, друг, болит, продает в отличном, говорю, состоянии и недорого. Ну, Строев завелся. «Где он, лох этот? Веди его сюда! Куплю все!» – кричит. Ну, свел я их, короче, с приятелями. «5, 4, 3, 2, 1» – время начать. Что-то я ничего не понимаю. Мне его продавали, как концепт-кар Формулы-1 Мужик на рынке Я вспомню, когда мне сдачу давал-то Пять баксов, он же так сказал, у него двигатель Дверь, он рычит так, чтобы Вот Действительно рычит, а? Да, не обманул, мужик, не обманул А главное, досталось мне, недорого Ну? Я ее за 200 баксу взял Ага Это я еще, не, не за 200, это мужик просил 200 А я еще пятерочку-то... 195 О, а? Черт Ну, рычит А вот где двигатель? Рассказ об этой игре можно было бы свести к одной единственной, очень короткой фразе Очередная Формула-1 от EA Sports И все, всем все ясно Разумеется, вас ждут точные копии официальных гоночных треков Не менее точные копии настоящих болидов Возможность играть за известных гонщиков Строгое соблюдение правил гонок Идеальный графический движок Превосходная физическая модель Все те черты, которыми славятся игры от EA И здесь присутствуют в полной мере А там Родимый Да Ну, насчет 16 клапанов надули меня, конечно Кстати, как и насчет коробки автомат Угу Я в ППХ-то Не успел проверить И турбины тоже не видать А это что такое? Инжектор, что ли? Ну-ка, пойду Оп! Что это у нас такое? Не может быть Это миль, что ли? Не, написано километров В час Так А где компьютер у нас? Компьютер Бортовой Компью Нету Да Ясно Значит, с материальной частью Ну ничего Будем брать Мастерством К новшествам можно отнести появление режима «Школа вождения» Разработчики вспомнили, что далеко не все фанаты «Формулы» играли в предыдущие игры серии И дали возможность новичкам освоиться с управлением Впрочем, управление особо сложным и не назовешь А для тех, кому не терпится выйти на настоящие треки Предусмотрено что-то вроде автопилота Компьютер помогает вписываться в наиболее сложные повороты, ну и так далее Так что побеждать в игре могут и те, кто не имеет за спиной десятки пройденных гоночных имитаторов Что-то я не понял, а где техперсонал-то все? Где резина новая? У меня же лысая совсем, где они все обалдели что ли? А, наверное, просто не успели подготовиться Ну да, я же на целый час опередил-то всех Вспомнил, как братья-жемагеры на старте шарахнулись, конечно, когда я выехал Судья, гад, пускать не хотел Но я сразу третью и заглох Вот, на эффект получился, я вам скажу, да Что сделать-то? А, ладно Рискну-ка я на лысой А что делать? Не упускать же победу Для опытных игроков появилась программа анализа телеметрии Вы можете тщательно проанализировать прохождение очередного круга А потом перенастроить свой болид Соблюдение правил целиком и полностью лежит на совести игрока Но если с совестью у него не все в порядке, компьютер не скупится на штрафы Логотип EA Sports на диске с игрой своеобразный знак качества Новая формула от этой компании ни в чем не уступает своим предшественникам И во многом превосходит конкурентов Системные требования Pentium 3500 256 МБ памяти 3D-ускоритель Новая формула от этой компании Поехали от этой компании